всех приветствую сегодня я хочу с вами поговорить о негативе что тебе тут не понравится рядовой снежок мои столовые не подают жареных цыплят и арбузы ежедневно я запомню как тебя зовут твоя жопа в моих руках ты не будешь смеяться ты не будешь плакать и будешь учиться от ты да я буду тебя учить а теперь встать на ноги покажи мне свой боевой оскал боевой оскал вот что такое боевой оскал теперь покажи мне свой боевой оскал я себе отметила несколько пунктов а именно 5 для того чтобы как-то можно было более-менее сформулировать свои мысли подобрать слова ну и чтобы конечно баб было понятно что есть негатив все мы знаем что это антипод позитива и это то когда кто-либо высказывается в жесткой форме у вас либо об окружающих соответственно уже негатив позитив это две разные вещи и как ни крути человек не может воспринимать их одинаково если негатив высказывается кем-либо то он высказывается обычно в жесткой форме либо в форме высмеивания но это очень редко бывает это не всем присущих и есть позитив который высказывается даже бывает в жесткой форме жесткой форме все равно он остается позитивом как ни крути люди его воспринимают и понимают пусть может быть не все воспринимают потому что есть такие люди которые не воспринимают позитив как таковой они унылые грустные но я надеюсь сегодня собрались именно позитивные люди и те люди которым нужна помощь нужны какие-то мысли чтобы победить как-то в себе какой-то негатив либо может быть победить негатив который поступает к вам от других людей соответственно это все приводит нас какой же негатив бывает в этом случае я отметила для себя два пункта две категории это негатив который поступает от близких людей либо не совсем близких нам людей негатив который беспочвенный либо почвенный соответственно негатив который от близких людей это тот негатив который учит нас жизни правильно учит нас что-то познавать узнавать в этой жизни негатив от незнакомых нам людей это просто зависть это просто ненависть бывает такое что видишь человека и он тебе просто неприятен что бы он не говорил что бы он не делал пусть он будет идеален во всех смыслах но он будет идеален для кого-то другого опять же для вас в любом случае этот человек останется просто никем просто тем кто вас бесит тут уже дело за вами как вы будете реагировать на этого человека есть люди которые сдерживают себя либо просто забивают на таких людей пытаются не обращать внимание пытаются не общаться с такими людьми а есть так как раз таки категория людей которая пытается всячески показать на свою персону что она недовольна чем-то что обязательно все должны об этом узнать и тут мы плавно переходим что же нужно делать в таких ситуациях тогда если вы являетесь именно обиженным человеком если вы являетесь подопытным нужно выявить и понять причину негатива я лично такой человек я пытаюсь ну практически все наверное в моей жизни любой мой поступок любой поступок других людей как-то осмыслить почему он так сделал почему он не сделал так примеру зачем что как много мыслей в моей голове по тому или иному поводу но опять же нужно расставлять все по полочкам потому что если этого не делать то получается каша в голове и соответственно вы не можете себя защитить и вы не можете контролировать окружение то бишь не контролировать людей не контролировать ситуацию вы не можете контролировать восприятие ваше что происходит вокруг многие люди не выдерживают у многих срывы депрессия и все остальное что они есть хорошо когда вы понимаете в чем причина почему образовался негатив от того или иного человека то вам становится легче понять человека может быть даже легче вам просто оттолкнуть этого человека вам легче станет просто даже пережить саму ситуацию что может быть не вас дело а сам человек такой злой да либо наоборот вы что-то сделали не так но вы это сделали потому что вам не нравится этот человек так же как и вы ему очень много факторов которые влияют именно на такие ситуации на сам негатив ну и так как мы уже заговорили о жизни да то мы плавно переходим четвертый пункт у меня был один но сейчас я его могу разбить на две части это негатив в жизни и негатив в соцсетях это две разные вещи лично я считаю негатив в жизни он немножко завуалирован я лично так думаю потому что жизни негатив не все осмеливаются высказывать а вот в соцсетях как раз таки это очень распространено это даже можно сказать мода тренд все кто негативит в соцсетях это все те которые пытаются обратить к своей персоне какое-то внимание я конечно не психолог я не буду судить и браться за мозгоправство я лично некоторых на своем канале даже выкупала когда пишут мне всякие гадости сразу видно кто как недолюблен кто как ущемлен и опять же тем самым они привлекают внимание мое ваше кого-то другого это сделано не специально зачастую негативщикам нравится что в интернете их никто не видит они не на всеобщее обозрение именно в целом а их мысли имеют вес зачастую когда мы обижены обращаем внимание на это когда мы пытаемся защитить себя даже где-то оправдать потому что мы пытаемся что-то подкорректировать объяснить что нет вы не так подумали что нет вот это не так следом идет следующая порция негатива и вот уже в такие моменты нужно прекращать общение либо банить либо просто не отвечать на такие комментарии это касается сейчас всех соцсетей не только ютюба не только вконтакта именно всех даже каких-то форумов безобидных просто раньше казалось бы форумов на которых люди просто общаются делятся какими-то своими мыслями они превратились как раз таки первые мне кажется вот эту пучину негатива ну началось наверное все с аськи если я не ошибаюсь а может быть даже из sms на телефоне и к четвертому пункту я себе добавила такую небольшую подсказку как реагировать на негатив в соцсетях и как реагировать на негатив в жизни я могу свой ответ объединить он будет и для жизни и для соцсетей это будет избитый ответ наверное уже все отвечали так нужно просто не обращать внимание но по умному это делать не делать на любой негатив а я не обращаю внимание а я такая персона о боже мой меня обидели я не хочу опускаться до их уровня да вы может быть еще даже хуже чем тот человек который негативил на вас нужно делать это с умом не в ущерб себе своим нервам нужно просто опять же вернемся к пункту третьему кто помнит какой у нас третий пункт конечно же это выявить и понять причину негатива и соответственно когда вы это делаете вы просто осмысливаете это все вы взвешиваете за и против не просто любить себя беспрекословно нет может быть вы тоже неправы где-то правильно может быть вы высказались какой-то резкой форме может быть вам стоит извиниться перед человеком опять же много факторов опять же каждой ситуации есть свой подход вы должны как раз таки взвешивать прежде чем что-либо сказать и сделать нужно быть аккуратными не аккуратничать конечно прям до боли и зуду прежде чем отмахнуться и сделать вид что я не обращаю внимание вы должны все взвесить вы должны понять а уж после вы делаете вывод дорог вам этот человек или недорог это ваш очень хороший знакомый либо друг или это совсем чужой человек нужно быть умнее но не в том смысле что вы умнее во всем нет нужно саму ситуацию понимать делать это не в ущерб себе когда вы понимаете просто что я хочу донести когда вы понимаете всю ситуацию вы уже не злитесь так на человека будь то он друг близкий либо неблизкий человек понимаете что этот негатив имеет место быть ну вот вот так вот когда вы понимаете ситуацию вы понимаете что негатив не имеет место человек вам неприятен потому что он сразу начинает с негатива нас остался еще один пункт и это уже пункт о подведении итогов тоже мы сегодня осмыслили что же мы сегодня поняли с вами так это то наверное что нужно даже в негативе видеть что-то хорошее потому что негатив это антипод позитиву но это не всегда есть плохо опять же есть разная форма негатива как я уже выражалась ранее допустим кто-то сказал что я толстая опять же мы взвешиваем кто это это родственник вам друг либо вообще незнакомый человек негатив он не дозволен всем просто есть какая-то мера есть люди с которыми вы очень тесно и близко общаетесь есть люди с которыми вы вообще никак не соприкасаетесь вы видите их в первый и последний раз соответственно от людей с которыми вы очень близки этот негатив если вы умный здравомыслящий человек это не есть плохо я лично считаю опять же смотря какая форма его если это где-то какое-то высмеивание то можно это все на шутку перевести если это именно негативное что-то доводящее до скандала до ссоры это уже не есть хорошо и нужно опять же делать выводы нужен вам такой друг или нет если же это конечно же от чужого человека вы также взвешиваете всю эту ситуацию всю эту цепочку которую я озвучила до но учитывая тот фактор что это чужой человек чужой человек он вас не знает так как знает человек именно родной вам именно тот который с вами проводят большую часть времени и этот фактор как раз таки такой ситуации с незнакомым человеком играет очень большую роль потому что мы привыкли визуально воспринимать вещи встречают по одежке провожают по уму поэтому негатив от постороннего человека это уже заведомо будет восприниматься что-то действительно негативное даже если человек просто не хотел чтобы это так было опять же из всей какофонии которую я уже наговорила я хочу сделать вывод нужно все равно все взвешивать нужно смотреть опять же индивидуально на каждую ситуацию нужно понимать ее именно не просто вспылить а просто понимать с пониманием приходит мудрость со временем приходит опыт в любом случае чтобы мы не делали куда бы нас не привели наши чувства ощущения и выводы и действия это наш выбор это наша жизнь но я думаю вам такие пункты которые я озвучила может быть ну хоть где-то хоть малость помогут честно я сама стараюсь в жизни так делать нужно все взвешивать что нужно выявлять нужно понимать это все нужно опять же смотреть на людей кто они смотреть на себя и соответственно делать уже всеобщий вывод я надеюсь всем все было понятно опять же если есть какие-то вопросы будьте добры в комментарии будьте осторожны я вам желаю только удачи и желаю вам приятного настроения чтобы вы не грустили чтобы вы не отчаивались чтобы у вас все было на мази покеда со временной башкой